Свою работу у Гомеля члены Межурадовой Беларуско-Казахстанской комиссии по гандлево-экономичным супрацовнестве почали со знаёмства с новинками Гомсельмаша. Суместная вытворчасть сельгазтехники – одно из ключовых пытаний у парадку дня сустречи. Отповедный опыт уже есть. У Казахстане дейничая суместная вытворчасть Агромаш Холдинг. У минулого года компания выпустила свыше 200 комбайнов. Селета плануется повеличить могутности до 500 одинок техники. Кроме того, зараз рыхтуется масштабный беларуско-казахстанский проект – створение суместного индустриально-технического парка в городе Кокшетау. И он будет выпускать сельско-господарчую и коммунальную технику. И тут для гомельского вытворца сельгазмашин открываются новые перспективы. Мы видим потенциал больше в Казахстане и значительно больше. Сегодня наша доля продаж, она хотя и растет каждый год, но еще только превысила 40%. У нас есть достаточно много сегодня возможностей по увеличению продаж в Казахстане. У целом, подчас поседжения Межурадовой беларуско-казахстанской комиссии по гандлево-экономичным супрацовництве, Баки обмерковали больше, как 20 пытанев. Спектр довольно широкий. Транспорт и логистика, проектование и будовництво, космичная и энергетичная сферы и многое иншее. Важное место отвели теме супрацовництва у сельской господарцы. Казахстан, як и Беларусь, аграрная держава. Тому в этой галине для партнера открывается широкое поле для суместной дейности. В свое время в Казахстане наши южные регионы в больших объемах выращивали сахарную свеклу в Талматинской и Жамбулской области. К сожалению, в последние годы мы эту культуру начали терять. Если мы начнем в больших объемах, восстановим даже тот объем, который был раньше в советское время у нас в Казахстане, то у нас появятся потребности именно в сельхозтехнике, которая будет участвовать в уборке сахарной свеклы. Выником беларусько-казахстанской встречи стало подписание программы супрацовництва у галине физической культуры и спорта помеж Министерствами двоих краин. Досягнуты и попередние домовленности по некоторых важных питаниях. У темлику по дорожной карте развития двухбокового супрацовництва на 2017-2018 годы. Хотелось бы благодарить казахстанскую сторону за очень конструктивный диалог, потому что разговор был такой очень конкретный, я бы сказал, очень дружественный, что, в общем, подтверждает тот уровень наших двусторонних и торгово-экономических, и политических взаимодействий. Конечно, в общем, благодаря нашим людям, я думаю, мы и дальше будем достаточно тесно и конструктивно сотрудничать. Наступное посаджение комиссии отбудется в 2017-м годе у Казахстане. Настасья Кучинская, Сергей Нигаревич, Валерий Гапанько, Телерадио Компания Гомель.